Организовать проведение косметического ремонта мест было поручено общего пользования. Там надписи закрасили, то есть пока финансовой возможности у нас нет выкрасить полностью весь подъезд. Разбор полетов начинается еще в автобусе. Почему не докрасили, не доремонтировали, не доглядели. Коммунальщики отчитываются и на этом претензии к управляющим компаниям. Заканчиваются сегодня маршрут коммунального рейса нетрадиционный. Пункт назначения, не заброшенный двор и даже не очередная проблемная многоэтажка. Автобус прибывает в урочище Пасынково. Здесь уже этой осенью должны сдать в эксплуатацию первую площадку для складирования бытовых отходов. Представителям компании проводят экскурсию и рассказывают о технологиях, используемых при строительстве полигона. Здесь использована и мембрана, которая необходима при эксплуатации и строительстве таких полигонов. И очистные сооружения, которые позволяют максимально защитить окружающую среду. И вся жидкость, которая выделяется при складировании отходов, она будет очищаться до требований рыб в отходах. На полигон коммунальщиков привезли, чтобы наглядно показать, как и с чем уже через несколько месяцев им предстоит работать. И еще раз привлечь к совместному решению мусорной проблемы. Почти половина всех отходов на территории города не доезжает до официальной свалки на улице Мудрово. Она и стала вторым пунктом специального коммунального рейса. Порядка 53% мусора, образующегося в городе Вологде, сегодня исчезает в неизвестном направлении. То бишь в городе Вологде образуется 108 тысяч, а к нам попадает в районе 47 тысяч тонн. И зачастую коммунальщики идут на это осознанно, выбирая недобросовестных перевозчиков. Есть информация, когда недобросовестные перевозчики мусора вывозят на окраину города и сжигают этот мусор. Есть информация, что вывозят на свалки близлежащих районов, которые уже переполнены. Мы сегодня попытались рассмотреть этот вопрос, а как будет жить город и близлежащий район с 1 января, когда будет региональный оператор. Мы убедились, что если график строительства будет выдержан, это ноябрь месяц, то с 1 января мы считаем, что есть все шансы запустить этот современный полигон. 1 января все регионы должны перейти на новую систему сбора, переработки и утилизации отходов. Вся деятельность на этих этапах будет сосредоточена в руках региональных операторов, которых выберут на конкурсной основе. Алена Александрова, Василий Попурин, Новости Вологды.